МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион в студии Ирины Меркурьева. И сегодня в выпуске. Любить и беречь в Анапе отметили День защиты детей. Готовность номер один. Курортные здравницы распахивают двери гостям. Она попрезентовала возможности агротуризма на краевом уровне. Как организована придорожная торговля и вообще чем живет сельский округ? Таким маршрутом проехала глава города Сергей Сергеев без предупреждения. Встреча с людьми, живое общение. Что же волнует сегодня людей? Несмотря на отстроенную у Тарусина ярмарку, черешни торгуют прямо вдоль трассы. И на остановках стихийная торговля. А ведь всего-то необходимо пройти к ярмарочному павильону вперед 100 метров. И безопасно, и комфортно. Вот туда переходите. Хорошо. Зато полный порядок встретил у Дома культуры в Заре. И стадион ухожен. И мероприятие, посвященное Дню защиты, идет полным ходом. И кружки работают. И специалисты на месте. Глава убедился, что намеченная к строительству здесь спортивная площадка не будет пустовать. Заведующая сельским клубом Валентина Айвазян и тренер Аркадий Паладян порадовали своей искренней сопричастностью к организации отдыха своих жителей. Отправившись на улицу Советскую посмотреть, что здесь за проблема возникла с напряжением, услышал от Людмилы Васильевны Семеновой добрые отзывы о работе клуба и стадиона. А силовую кабель по заданию главы тут уже давно подключили. Хотя проблемы на улице остались. По поводу воды у нас у всех колодцы есть. Ну, вода, как вода, поливаем, да и фильтры везде стоят. Конечно, водопровод бы не был неплох. И аптека необходима хуторянам, и почта нормально работающая. Маршруток побольше бы летом. Проблемы решаемы. Берет их на карандаш Сергеев. А на обратном пути заезжает на конечную стоянку 111 маршрута автобусов. Транспорт весь как на подбор. Чистый. Глава расспросил про участки дорог, которым необходим ремонт на маршруте. Поинтересовался режимом движения. Колоритный диспетчер свой сигнал к отправлению дает каждые 5-6 минут. Значит, с такой периодичности движутся и маршрутки вполне приемлемо, отмечает глава курорта. Право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города-курорта предоставляется на конкурс на основе. В мае управлением торговли и потребительского рынка были подведены итоги конкурса. Глава дал задание управлению торговли провести ревизию соответствия. В этом году подготовка объектов потребительской сферы к летнему сезону началась заблаговременно. Проведен ряд конкурсных процедур, определены предприниматели, победители торгов. Но рядом с законными точками торговли нередко появляются стихийные. Глава Анапы потребовал провести контрольные мероприятия. Контроль за уличной торговлей. Сегодня, подчеркиваю, сегодня любыми силами и средствами, Сергей Вячеславович, провести то, что ты мне заносил утром, провести ревизию. То есть выходите на улицу в Рыбинскую, становитесь на Крымской, поворачиваете влево и смотрите справа. Лимонад. Открываете дислокацию. Есть. Ставите крестик. Дальше идете. Лимонад. Нет в дислокации. Чененкову. Мне докладную. Чененкову. Заседание комиссии. Демонтаж. Подпольные, павильоны и ларьки на демонтаж. Там, где есть документы, но выявлены недочеты, предупреждения собственнику. На первой точке осмотра по продаже кваса зафиксированы нарушения. Отсутствует книга отзывов и предложений, правила продажи отдельных видов товаров, закон о защите прав потребителей. Руководителю рекомендовано в трехдневный срок устранить допущенные нарушения. Управление торговли по истечении указанного срока проведет повторный осмотр. И в случае непринятия надлежащих мер, направит соответствующую информацию в контролирующие службы и будет рассматривать вопрос о расторжении договоров. Чтобы не допустить недобросовестную конкуренцию и пресечь торговлю в непредусмотренных для этого местах, сформированы мобильные группы. Они будут ежедневно патрулировать территорию курорта. В столице Кубани на Соборной площади впервые прошла выставка ярмарка аграрного туризма «Агротур-2015». Свои возможности в этой сфере представили около 50 сельхозпредприятий, частных подворьй и фермы из 22 муниципалитетов края. На площади в павильонах туристы могли познакомиться с бытом, узнать о жизни и ремеслах современного кубанского села. Живописная природа, мягкий климат, изобилие натуральных продуктов – все это есть на Кубани. Именно поэтому агротуризму сейчас уделяют особое внимание. От нас зависит, что это будет очередным прожектом или проектом, который реализуется. Вот именно если мы на самом деле этого захотим, то мы сделаем. Сделаем из этого проекта реальное направление экономики в аграрном секторе региона. И поверьте, оно будет успешно. Предприниматели Занапы на выставке демонстрировали, что на курорте туристы могут посетить винодельческие и фруктовые хозяйства, ознакомиться с охотничьей рыболовецким промыслом. Анапское подворье оказалось самым большим. Его представили пять агрообъектов и филиал Сочинского государственного университета. Студентка третьего курса Дарья Байбу совместно с преподавателями разработала инновационный проект «Агротур. Казачье подворье». Это полностью рассчитанный как финансово, так и юридически продуманный. Осталось его реализовать. Также объекты агротуризма города-курорта на выставке представили крестьянско-фермерские хозяйства Ивана Каракизиди, Валерия Асланова, Владимира Бедрева, индивидуальные предприниматели Майя Димурчева и Владимир Стерликов, временно исполняющего обязанности у губернатора Вениамина Конратьева и председателя ЗСК Владимира Бекетова встречали в Анапском подворье по традиции с хлебом с солью. Мы проводили совещания, рабочие встречи совместно с представителями туриндустрии и потенциальными объектами агротуризма. Я пришел к выводу, что на самом деле это очень перспективное направление для нас, тем более, что у нас каждый год около 4,5 миллионов человек приезжают. Вот это тот наш запас, который необходимо использовать в развитии этого нового направления. Развитием сельского туризма в Крае занимаются свыше 80 предприятий. Сегодня фермеры в основном выращивают чай, делают вино, разводят страусов, других птиц и животных. Туристам предлагается не только посмотреть на все это, но и принять непосредственно участие в работе. Анапа на пороге высокого сезона. Туристическая инфраструктура города-курорта активно развивается. Строятся новые отели и гостиницы, улучшается уровень обслуживания во всех сферах. После реконструкции распахнул свои двери для гостей отель «Дюны Золотые». В минувшую субботу в курортном комплексе состоялось открытие сезона 2015. «Дюны Золотые» – современный комплекс, работающий по системе «Все включено». Дважды в 2012-2013 годах отель был удостоен почетного звания «Лучший пансионат Анапы». И самое главное, он проходит сейчас классификацию на 4 звезды. От имени Управления по санаторгно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования город-курорт Анапа поздравляю вас с началом курортного сезона в отеле «Дюны Золотые». Желаю вам приятного, хорошего отдыха и скорейшего возвращения вновь к нам в следующем году на наш курорт. Почетное право перерезать красную ленту в знак открытия предоставили главному специалисту управления по курортам Тамаре Галас. В сезоне 2015 года к услугам отдыхающих новые шоу-программы и представления, которые впервые продемонстрировали на мероприятии. Не забыли в отеле и про отдых малышей. Для них авторские анимационные программы, творческие мастерские, мини-орнитариум с интересными породами птиц, детский парк развлечений «Дюналэнд». Площадка «Дюналэнда» полностью засыпана песком, поэтому дети играют на небо сяком. Удобно и полезно. Все гости праздника получили море позитива, прекрасное настроение и множество приятных сюрпризов. В праздник «Хачкар» снова приглашают друзей. В самом живописном месте села Гайкадзор побывала и наша съемочная группа. По традиции в последнее воскресенье мая проводится яркий национальный армянский праздник «Хачкар». 23 года назад здесь установили крест-камень. Это символ армянской веры. Хачкар доставили из Армении и выбрали для него самое высокое место. Отсюда открывается прекрасный вид. Празднование началось с торжественного богослужения. Поздравить соседи приехали все желающие, а в качестве почетного гостя и администрация города. Заместитель главы Олег Костенко вручил почетные грамоты самым активным общественным деятелям. Всем, кто вносит свой посильный вклад в дело добрососедских отношений. Помогает хранить традиции и веру. И тем, кто просто старается для процветания своего города, села и армянской общины. 23 года мы здесь собираемся. И этот праздник не только армянского народа, но и греков, казахов, русских. Все мы здесь. Это праздник мира, добра. Это праздник национального единства. Праздник получился действительно замечательным. Народные гуляния, традиционные угощения мотах, а еще для всех и для каждого задушевные лихие песни и великолепные танцы. На один день театральная площадь превратилась в настоящую страну детства. Она собрала все эмоции от первого летнего дня и одарила участников праздника замечательным настроением. Настоящий праздник непослушания разворачивается прямо у нас перед глазами. В детский праздник здесь разрешено все. Каждый нашел развлечения по своему вкусу. Настольные игры, конкурсы рисунков, танцы, догонялки, викторины, соревнования уличных команд по баскетболу. Было на что посмотреть и где принять участие. Дети, как никто другой, умеют дарить радость. Праздник не только самим себе, но и всем окружающим. На площади в течение дня проходил концерт с участием детских творческих коллективов «Ростовых кукол» и «Клоунов». Именно организация всего этого праздника. То, что дети вот так вот все радуются этому празднику. То, что дали возможность, чтобы вот этот праздник был как бы осуществлен. Самое лучшее праздник в городе я рада. Мне понравились конкурсы, которые тут были. Веселые представления для малышей и подростков прошли в каждом сельском округе. Ровно год назад, 1 июня, в Международный день защиты детей, на Пионерском проспекте состоялось официальное торжественное открытие детского парка «Солнечный остров». По доброй традиции, руководители парка подготовили детям многодетных семей подарок – 80 бесплатных билетов на аттракционы. Сказочные герои, персонажи мультфильмов Диснея, знаменитые тачки, горки, аттракционы – все это в детском парке «Солнечный остров». Юных гостей на входе встречали клоуны. Артисты подготовили для ребят праздничную программу. В этом парке аттракционов я еще второй раз. Мне тут очень нравится. День защиты детей – это праздник, для меня он радостный. И мне он очень нравится. Здесь очень весело, много различных аттракционов. Пупкорн, сладко тут все. В общем, сладкая жизнь. В сказочном парке развлечений «Солнечный остров» установлены более десятка современных аттракционов для детей и взрослых. Колесо обозрения, автодром, надувной батут, летающие слоны, поезд сафари, прыгающие джипы – ребята смогли прокатиться на каждой карусели. Наш парк существует уже второй год, и для нас стало это уже доброй традицией – приглашать детей из детских домов и школ, интернатов. И мы очень рады, что в этот прекрасный, замечательный день мы можем подарить улыбку деткам, которые очень в этом нуждаются. Всех юных посетителей «Солнечного острова» угостили мороженым. Семь матчей без поражений. В субботу на стадионе «Спартак» состоялся очередной матч Высшей Лиги Чемпионата Краснодарского края по футболу. Встреча команд «Анапы» и «Пионер Станицы Ленинградская» завершилась победой нашего футбольного клуба 2-1. Гости предстали весьма организованным и слаженным коллективом. Анапчане только во втором тайме сумели распечатать ворота «Пионера». Еще в нескольких моментах подвела реализация и хорошая игра галкипера гостей. Только в самом конце матча досадную ошибку допустил наш вратарь. После несложной подачи мяч выскользнул из рук прямиком в ворота. В турнирной таблице наша команда занимает первую строчку. Следующий матч состоится 13 июня. На стадионе «Спартак» встретятся футбольный клуб «Анапы» и «Краснодар-3». Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер выпуска прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Во вторник, 2 июня в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 20-22, ночью до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 19 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 140. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи.